нужно оценивать вероятность каких-то наследственных тромбофилий особенно у молодых на этом организме я так бы сказал потому что он находится в станике стадии гибернации мы так называем это но мы не отмечали большей частоты делирия после операционного именно этих пациентов которые перенесли циркуляторный арест вот у нас сейчас участились случаи микротромбоза кишечника после больших операций у пациентов которые переболели применение высокочастотной вентиляции позволяет фрагментировать вот эти микро сгустки то есть разбивать эти микротромбы и восстанавливать кровообращение в малом круге сегодня у нас в гостях член корреспондент ран профессор доктор медицинских наук руководитель отделения кардио реанимации и интенсивной терапии российского научного центра хирургии имени петровского александр анатольевич еременко александр анатольевич здравствуйте добрый вечер катерина викторовна я вам должна признаться я очень переживала перед нашей с вами встречи потому что для меня центр хирургии это сдача экзамена по хирургии вот скажите пожалуйста сегодня центр хирургии петровского а это это тоже самое учреждение которое было в прошлом веке безусловно но только это учреждение сейчас достигло я бы сказал очень больших успехов в развитии различных хирургических направлений и то что закладывал борис васильевич петровский это все развивается с каждым годом совершенствуется сейчас можно сказать нашем центре представлены практически все основные направления хирургии и наши хирурги вообще наша команда успешно развивает эти хирургические направления поэтому нам есть чем гордиться более того в этом году наш центр стал государственным научным центром это высокое звание которое нужно оправдывать и мы надеемся что в нашей практической и научной деятельности мы его будем оправдывать а когда интереснее было работать раньше или сейчас мне кажется всегда интересно работать и раньше и сейчас не знаю я не вижу разницы вы руководите отделением реанимации да и скажите вот какой контингент пациентов у вас бывает каждый день то есть как с какими видами операции после каких операций вы работаете ну наиболее часто ну чаще всего мы работаем с кардиохирургическими пациентами это пациенты которые оперируют на на сердце выполняют операции на сосудах сердца или протезирование клапанов или операции на аорте большие очень такие операции ну кроме того после любых больших реконструктивных операций пациенты поступают в реанимацию поскольку какой-то период времени находится они на искусственной вентиляции легких и нужно после такой операции большой ну скажем так кондиционировать больного мы так говорим профессиональный такой термин есть вот то есть скажем так вернуть его после операции полноценному полноценной жизни скажите но ведь до операции да нужно определить какой-то функциональный резерв пациента то есть вот здесь есть какие-то особенности хитрости тонкости которые отработаны именно в институте петровского безусловно безусловно нам приходится действительно принимать применять очень тонкие как вы сказали хитрые технологии но прежде всего это различные нагрузочные тесты там физическая нагрузка но к сожалению немало часть наших больных не в состоянии перенести даже маленькие небольшие физические нагрузки поэтому в этом случае мы выполняем так называемые фармакологические тесты то есть мы вводим какие-то препараты смотрим на реакцию организма в зависимости от этого мы планируем тот или иной вид хирургического вмешательства и кроме того здесь же мы определяем какая поддержка во время операции нужно будет пациенту и как его вести в послеоперационном периоде то есть все это можно определить с большой долей так сказать вероятности еще надо операционном этапе ну то есть фактически врач реанимация смотрит пациента именно до операции то есть это у вас принято или существует какой-то консилиум который например ну принимает какие-то решения то есть вот как устроено вас есть обычная так сказать плановая хирургия обязательно анестезиолог смотрит пациента до операции есть сложные случаи они конечно все решаются через консилиум они обсуждаются они на консилиумах ну а сейчас вообще принят такой такое правило вот по которому врачебная комиссия обсуждает все случаи госпитализации и дальнейшем направлении на хирургическое лечение ну повторюсь что вот именно сложные случаи обсуждает хирург анестезиолог реаниматолог привлекаются другие службы диагностические допустим лабораторные тоже привлекаются к таким обсуждениям но а вот какие критерии отбора для операции то есть когда вы точно знаете что вы на операцию не возьмете я имею ввиду ну например на операцию на сердце а уже показана допустим пересадка сердца то есть не всегда же это можно на так скажем до госпитальном этапе определить то есть вы же берете тяжелых пациентов ну вот оказывается что нужна пересадка сердца до берем но есть есть во первых критерий да они международные критерии показания к пересадке но вот у нас была разработана свое время технологии она активно применяется и по сей день когда мы проводим фармакологический тест мы вводим препарат определенные то аппарат из группы кальций сенситивов ну препарат стимулирующий работу сердца левосиминдан такой есть препарат ну вот кстати я работал с левосиминдан очень интересный но он я не могу сказать что он входит в какие-то рекомендации и ну то есть у нас реаниматологи они ну да давай давайте попробуем то есть был был ряд работ когда этот препарат применялся а вот сейчас он входит в рекомендации или нет ну безусловно он входит европейские он входит рекомендации в ног всероссийского научного области кардиологов даже он входит в рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции кстати да это в последнем пересмотре а или но в ног вот рекомендации в ног да там привлечение сердечный там стоит левосиминдан нужно препарат правильно применять по показаниям вот одно из один из способов его применения вот на операционном этапе мы вводим препарат если мы видим улучшение работы сердца значит есть резервы и такому пациенту не обязательно выполнять трансплантацию сердца можно выполнять операцию так называемой ремоделирование то есть уменьшаются полости сердца и клапаны там меняются выполнять спортизирование клапанов и так далее вот и такое сердце способно работать после этой операции если резервов нет то есть не вот не на что воздействовать кардиомиоцит разрушен кардиомиоцит вы понимаете это клетка миокарда клетка и тогда что они не то есть она игре на перерастянуто там разные формы есть нарушается структурой функция теряются ядра допустим замещается миокард другой тканью там фиброзной ткани и так далее это различные вот и даже не всегда можно с помощью биопсии определить тактику хирургическую почему прошу неизвестно какой участок миокарда взят ну или вернее известен известно какой-нибудь берется из предсердия кусочек но а что там желудочки а такая вот функциональная проба с применением препарата позволяет понять способен ли миокард реагировать способен ли он улучшить свою производительность увеличить свою производительность мы пользуемся широко этой технологией а гемостаз он оценивается вот в дооперационно обязательно если это большая операция с искусственным кровообращением там обязательно нужно оценивать систему гемостаза поскольку операции ведь проводятся в условиях гипокоагуляции вводятся антикоагулянты гепарин причем большой дозе и время свертывания увеличивается в 4-6 раз время проведения искусственного кровообращения это очень грубое вмешательство систему свертывания крови и порою приходится за это платить поэтому мы должны быть готовыми мы обязательно определяем реакцию пациента на гепарин определяем если допустим такие заболевания их нужно тоже выявлять как гепарин индуцирован тромбоцитопения когда в ответ на введение гепарина развивается уменьшается количество тромбоцитов развивается тромбоцитопения это сопровождается тромбозами распространенными и это очень трудно лечить а как вы тогда в этих ситуациях поступаете в этих ситуациях переходят на альтернативные антикоагулянты допустим синтетические аналоги герудина и выполняется операция с пользом таких препаратов гепарин нельзя вводить пациент определяется титр антител кепарину если он высок тогда переходит на альтернативный но это такая рутинная практика у вас вы знаете она должна быть на самом деле рутиной в ведущих клиниках европы соединенных штатов любая операция искусственным кровообращением где вводятся большие дозы гепарина на дооперационном этапе подразумевает исследование на гид гепарин индуцирован тромбоцитопения но это не дешевый метод мы что поэтому всем подряд мы не делаем конечно но если есть тромбоцитопения у пациента мы обязательно смотрим антитела к тромбоцитам а то есть первым критерием является низкий уровень тромбоцитов там много чего нужно оценивать нужно оценивать вероятность каких-то наследственных тромбофилий особенно у молодых пациентов ну и все это обязательно на докоспитальном этапе нужно досконально изучить а у вас в этом плане есть консультант гематолога и генетика или это у нас есть отделение да у нас есть лаборатория генетическая да мы можем генетическую диагностику выполнять ну а что касается гематологии при необходимости мы привлекаем таких специалистов но что касается свертывающей системы крови мы сами очень являемся экспертами в этой области поскольку приходится действительно много работать в этом направлении нас это 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 связано с особенностями наших пациентов самая сложная специальности самой сложной моей специальности очень сложный вопрос на самом деле но иногда преодолеть себя вот что-то освоить новое заставить себя переломить чем-то иногда это бывает сложно поскольку ну как-то так человек устроен что ему кажется что он все как бы знает и порою возникает такое мнение что вроде некуда больше стремиться но потом оглянувшись ты понимаешь что стремится есть куда и нужно это основа нашей специальности ведь особенности ваших операций это я не говорю все это но вот большинство это большие кровопотеря значимые до кровопотери большая травма можете себе представить операцию одномоментной замене все аорты с бифуркации подсдошных то есть вместе даже с клапаном артально появление гибридных операций да вот этот термин а это когда он появился вот этот термин и как изменилась ваша работа как реаниматологов после ведения этих операций активно ну так скажем в нашу медицинскую практику но естественно термин-то появился лет 10 назад может немножко раньше это операции в которых сочетают открытые хирургические технологии с эндоваскулярными технологиями когда часть сосудов допустим часть аорты протезирует через эндоваскулярный доступ а сколько часов эти операции продолжаются наши хирурги ухитряются сделать две такие операции за рабочий день то есть это не 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 то что там это какие-то там 12-15 часов нет то есть это настолько отработаны технологии настолько отработаны технологии вот ну а что нас касается нас то конечно же мы усовершенствовали свои протоколы мы освоили некоторые новые технологии новые для нас в то время когда мы начинали эти операции активизировали использование экстракорпоральных методов гемокоррекции таких как гемофильтрация гемосорбция и так далее плазмообмен другие технологии а как рано их нужно применять вот все нужно применять не рано не поздно вовремя я бы сказал так но как показания это когда происходит повышение уровня креатинина мочевина или то есть вот или или какие-то другие показания данном случае вы наверное иметь ввиду заместительную почечную терапию когда нужно заместить функцию почек что касается экстракорпоральной гемокоррекции это более широкое понятие естественно оно включает в себя заместительную почечную терапию но кроме того мы можем мы можем выполнять плазмообмен то есть удалять плазму пациента и замещать ее другими растворами и донорской плазмы там свои показания потом мы можем использовать но вот после операции это когда когда это нужно применять вот эту методику когда есть показания а какие показания плазмообмен у каждого каждой методики свои показания и мы выполняем чаще всего когда наблюдаются такие осложнения как гемолиз или тяжелый гиперкоагуляционный синдром вот при ковид инфекции на пример гемолиз это когда идет протезирование клапана чаще бывает гемолиз или нет или или это когда трудно сказать при протезировании клапана вреже этого осложнения возникает на может возникать у пациентов на дооперационном этапе даже если там выраженный кольциноз и происходит травма форменных элементов ретроцитов и гемолиз интероперационный гемолиз но там много факторов самых разных там же используется может использовать гипотермии охлаждение пациента до 27 градусов циркуляторный арест когда выключается дыхание кровообращение и когда не используют заместительные замещающие технологии такие как искусственной вентиляции легких или искусственное кровообращение или вспомогательное кровообращение то есть останавливается все дыхание кровообращение больного охлаждают и хирург работает на чем на но я не знаю на на этом организме я так бы сказал потому что он находится в стадии гибернации мы так называем это а сколько может продолжаться безопасный коридор не более часа хирург должен быстро сработать чаще всего 30-40 минут нашей практике это длится но потом соответственно нужно этого пациента вернуть жизни восстановить функцию всех органов которые мы замедлили мы же затормозили все можно сравнить с медведем который зимой не кушать не просит у этих пациентов в послеоперационном периоде вот вероятность развития послеоперационного делирия она выше чем у остальной группы пациентов или это не связано с этим но мы не отмечали большей частоты делирия послеоперационного именно у этих пациентов которые перенесли циркуляторный арест вообще это проблема после операционной деле это проблема в целом по отделением интенсивной терапии независимо от профиля где-то у 30 процентов пациентов наблюдается это осложнение причем независимо от профиля повторяю это может быть и кардиохирургическое травматологическое отделение не зависит от анамнеза там учреждается виду прием алкоголя злоупотребление алкоголем это самостоятельная такая единица до сих пор мало изучена но слава богу сейчас уделяют большое внимание этому осложнению поскольку но серьезно утяжеляет течение послеоперационного периода там дольше искусственно вентиляции легких дольше пребывания в отделении интенсивной терапии больше осложнений самых разных приходится седатировать этих пациентов назвать определенные препараты использовать там больше инфекционных осложнений и так далее а вы к этой ситуации привлекаете психиатров или вы сами справляетесь с этой ситуацией в основном мы это делаем сами но консультацию мы обязательно стараемся провести нас есть психиатр в штате мы его зовем не всегда это дождаться можно психиатра поскольку гиперактивные делили это такое состояние когда пациент начинает срывать себе все если вовремя вмешаться он может нанеси себе вред самое интересное в профессии вы знаете я работаю довольно долго скоро будет 45 лет моей творческой и клинической деятельности скажем так но больше всего мне нравится что я с удовольствием на работу каждый день я просыпаюсь и получаю удовольствие потому что я приду и будет что-то новое интересное всегда это так и происходит и я от этого получил удовольствие если мы говорим об особенностях гемостаза вот именно интероперационным он есть у ваших пациентов безусловно поскольку действительно такие большие операции сопровождаются массивной кровопотерей поэтому мы применяем целый ряд технологий всего круги в кровесберегающих технологий то есть излившаяся кровь собирается потом обрабатывается и эритроциты возвращаются но чтобы не развилась коголопатия связанная с потерей факторов свертывания мы применяем разные подходы мы восполняем дефицит факторов свертывания за счет трансфузии свежезамороженной плазмы или введение концентратов факторов свертывания чаще всего используем активированный седьмой фактор и концентрат протромбинового комплекса эти два препарата очень часто используются при таких больших операций а нет риска после применения факторов свертывания что в послеоперационном периоде могут возникать тромбоза например безусловно такой риск есть поэтому есть определенные показания применения этих препаратов мы пользуемся ротационной тромбоэластометрии для контроля состоянием свертывающей системы крови и ориентируемся на клинические зачастую показатели допустим когда наблюдается диффузная кровоточивость не связанная с повреждением там больших сосудов то есть и ткани вот кровят понятно что там всегда это связано с дефицитом факторов свертывания вот активированный седьмой фактор в таких случаях может вводиться поскольку вот именно с недостатком его могут и быть связаны эти коголопатии естественно есть какой-то риск тромбозов он больше у пациентов онкологического профиля у пациентов с атеросклерозом с ишемической болезнью сердца у пожилых но здесь всегда на одной чаше весов сказать мы взвешиваем опасность кровотечения продолжающегося ну я хочу сказать что в нашей практике тромбозы но это очень редкое осложнение все таки при таких больших операциях там чаще всего мы мы сталкиваемся интероперационного с такими неуправляемыми кровопотерями когда приходится очень быстро и комплексно применять различные такие препараты причем нужно сказать что очень выручают концентраты факторов свертывания поскольку в одном объеме небольшом содержится фактора свертывания приблизительно в 30 раз больше чем свежезамороженной плазме и плазму эту не всегда можно быстро перелить ведь ее нужно подготовить и нужно разморозить не каждый пациент перенесет большой объем трансфузии и здесь выручают конечно концентраты факторов свертывания а вы заранее готовитесь вот таким кровопотерям то есть вы планируете то есть они планируемые ну да есть вот определенные категории операций где мы ожидаем таких кровопотерей а какие это операции чаще всего на аорте все-таки это большие операции на аорте только абдоминальный отдел аорты или сейчас немало больных поступают с острым расслоением там все бывают там драматические ситуации когда важно не скоро помощная больница тем не менее а кто их никто не берет у нас центр где они успешно оперируется и они выживают отовсюду везут пацаны авиации ну как тут привозят все таки а там бывает так что хирург просто открывает допустим делать термотомию и сразу сталкивается с кровотечением поскольку уже на тот момент разрыв аорты произошел и кровь скопилась и сердечной сорочки тампанада сердце наблюдается именно за счет тампанада это отверстие в аорте прикрывается как только хирург освобождает тампанада скажем это напряжение сразу же наблюдается массивная кровопотерей тут нужно очень быстро сработать вернуть эту кровь и возместить дальше мы готовы идет анестезиолог идет уже с запасом крови с запасом продуктов других крови тромбоконцентрат также заготавливается заранее естественно под рукой всегда концентраты факторов свертывания а вот операции которые онкологические с прорастанием например опухоли в сосуд или с метастетическим поражением сосудов то есть вот данный вид операции он выполняется совместно онколог и сосудистый хирург или же у вас это онколог только выполняет эти операции ну все зависит от конкретной ситуации иногда да иногда выполняется такие операции двумя бригадами кардиохирургическая и хирургическая ну некоторые операции может кардиохирург выполнить допустим рак почки с тромбом в нижней полой вени прорастающим там нижнюю полую вену доходящий до уровня правопресердия вот у нас наш кардиохирург спокойно такую операцию выполняет естественно ну то есть получается онколог выполняет убирает опухоль а кардиохирург так бывает да ну допустим если выполняется пульмон пульмон эктомия и в случае когда опухоль прорастает аорту и протезирование аорты выполняется удаление легкого и протезируется участок аорты там две бригады работают но наши заведующие сердечно-сосудистые вернее отделением артальной хирургии профессор чатчан вот он выполнял несколько раз у нас операции там нефректомии да и и удаление этого тромба там не нужен никакой онколог зачем александр анатольевич а как часто вы встречаетесь с сепсисом у своих пациентов нашей практике это не такое уж частое осложнение на тысячу операций где-то у 20 25 процентов больных больных извините всего-навсего мы наблюдаем такое осложнение но это тяжелые больные поскольку современное определение сепсиса подразумевает не только септический очаг но еще наличие полиоргана дисфункции и приходится выполнять на самом деле интенсивную терапию с привлечением самых разных технологий экстракорпоральной гемокоррекции антибиотика терапия но естественно санация там очага особые методы введения ран сейчас современные методы есть с использованием вакуумных систем специальных которые значительно улучшают течение этого заболевания и улучшают результаты лечения поэтому это конечно проблема проблема зачастую продлевная вентиляция легких у этих больных выполняется адвес синдром то есть у ваших пациентов он встречается безусловно как и у всяких а здесь есть какие-то наработки какие-то ноу-хау ваши но опять-таки это индивидуальная терапия всегда хороший мониторинг сверх состояние свертывающей системы крови но и до сих пор сих пор мы применяем тот ту технологию которую академик воробьев свое время предложил к использованию это применение сверхзамороженной плазмы с добавлением гепарина небольших доз небольших при лечении длс синдрома но и плазмообмен зачастую приходится применять но там рациональная антикоагулянтная терапия ну в общем это довольно сложная проблема самый необычный клинический случай любой клинический случай необычен по-своему но тут я хотел бы вспомнить то время когда я был молодым врачом и вот однажды пришло письмо на адрес отделения и там что пациентка благодарила доктора этим доктором был я я был тогда еще клиническим ординатором там были такие фразы вы спасли мужа жену детям мать там родителям дочь и так далее и я думаю кто это что это за пациентка такая поскольку я не помню я видел фамилию но я посмотрел по журналу оказалось что самая простая пациентка после обычной холецистектомии и сложной операции вот но просто она хорошо запомнила эту ночь ночь моего дежурства она видела как мы работаем с другими пациентами наверное я тоже уделял какое-то внимание но она как ни странно была самой простой из всех кто находился в отделении но чему это хочу сказать что это все зависит от восприятия еще от восприятия как это смотреть на тот или иной клинический случай и казалось что она умирает наверное но что я ее спас но на самом деле все было намного проще я знаю что вы активно принимали участие в разработке рекомендации по инфекции ковид-19 вы работали с больными с к видом конечно они периодически проскакивают всегда потом сейчас очень много больных с постковидным синдромом то есть больной переболел пациент переболел новой коронавирусной инфекцией и мы выполняем операцию зачастую мы сталкиваемся с тем же гиперкоагуляционным синдромом иногда даже с высоким системным воспалительным ответом и мы к этому готовы мы используем разные технологии для того чтобы вносить коррекции в состояние больного а что вы вкладываете в понятие постковидный синдром только гиперкоагуляцию знаете это очень широкое понятие вообще в литературе научной чаще говорят о какой-то об энцефалопатии о неврологических каких-то осложнениях но мне кажется что это понятие намного шире это какие-то последствия как мы говорим хвосты оставшиеся от этой инфекции но она мы знаем характеризуется гипериммунной реакции и гиперкоагуляции и это лежит в основе поражения всех органов и систем прежде всего легких центральной нервной системы почек кишечника вот у нас сейчас участились случаи микротромбоза кишечника после больших операций у пациентов которые переболели ранее к виду то есть это мезонтериальная тромбоза причем микротромбозы это не то что там какой-то большой сосуд поражен нет микротромбозы удаляют там метр восемьдесят сантиметров в метр кишки вот потом нам удается их выписывать благополучно этих пациентов там главное время диагноз поставить а это ранее после постковидные синдромы или это уже прошло там допустим энное количество времени месяца два-три после я знаю что рекомендации для реаниматологов по новой коронавирусной инфекции то сейчас проходит по моему пятый пересмотр а в чем но в чем суть вот смены вот этих рекомендаций пересмотров по мере накопления опыта меняется представление как бы рекомендации это вот просто рекомендации это не то что врач обязательно должен выполнять памяти на самом деле это то что рекомендуется или не рекомендуется он это учитывать должен по мере накопления опыта оказывается допустим что но что-то не так работает как раньше думали к примеру и есть факт такой когда довольно авторитетное общество по лечению сепсиса это все во им сепсис компейн в начале новой коронавирусной инфекции опубликовали рекомендации о запрете на применение неинвазивных мало инвазивных методов респираторной поддержки в результате пациентов рано интубировали то есть переводили на искусственную вентиляцию легких и теряли многих из них а почему просто вот мы с этим столкнулись и поэтому вопрос и американцы по моему тоже с этим столкнулись и получили достаточно высокий процент смертности при раннем применении вилл а почему нельзя применять вот рано то есть тоже же были как бы рекомендации и там определенные критерии перевода на и вилл но потом взяли пересмотрели этот увидели что плохие результаты от использования вилл раннего и хорошие результаты когда долго старались удерживать пациентов на неинвазивной респираторной поддержки когда применяли неинвазивную масочную вентиляцию высокопоточную вентиляцию и особенно когда применяли эти технологии в промпозиции в положении на животе а вообще кому пришла эта идея вот промпозиции но идея это восьмидесятые годы начала разрабатываться активно и в основном применяли во время искусственной вентиляции легких этот маневр над когда со спины переворачивать на живот то на спине скажем пока лежит больной то верхние отделы легких хорошо вентилируется нижние хорошо кровоснабжается перфузируется как мы говорим мы переворачиваем пациента и мы меняем это соотношение под действием гравитации как губка допустим ну губка на ее намокаем но если намочить губку потом ее перевернуть то вода будет стекать вниз также и в легких происходит жидкость перемещается к низу а те участки которые плохо вентилировались начинают хорошо вентилироваться и включаются заднебазальные отделы легких более того заднебазальные отделы это то что используют певцы оперные певцы вот когда они диафрагму держат да вот это вот как раз вот они умеют этим пользоваться а наши пациенты не могут этим пользоваться они на искусственной вентиляции легких но мы это включаем а мы я об этом с гордостью говорю мы впервые применили эту технологию именно при неинвазивной респираторной поддержки в 1998 году мы выступали с докладом на европейском конгрессе по интенсивной терапии где рассказывали о том что если пациента которому проводится масочная вентиляция перевернуть на живот то это позволяет еще улучшить оксигенирующую функции легких а сейчас это востребовано связи с новой коронавирусной инфекцией широко используется так вот мы говорили о тех рекомендациях да приходится пересматривать и какие-то факты факты проясняются уточняются и эти коррективы вносятся в рекомендации поэтому то что оперативно их обновляют это очень хорошо а вот тогда применение плазмы у пациентов которые перенесли коронавирусную инфекцию ну вот соответственно как бы переливание плазмы от доноров я не очень в это верю честно сказать это мое персональное мнение потому что мне кажется нужно антител очень много допустим когда мы используем заместительную терапию и вводим ему на глобулины g то там одна доза получается там от 40 доноров а здесь от одного донора какие-то не специфические а здесь специфические антитела не знаю у меня нет мнения честно сейчас накапливается опыт посмотрим это немножко скептически на это смотрю а острый респираторный дистресс синдром который развивается у пациентов с инфекцией ковид-19 это но это какая-то новая нозеология либо же он протекает также как и у там всех пациентов в каких-то экстремальных ну ситуациях ну как сказать вот есть два типа поражения легких при ковид инфекции их выделяют итальянские ученые частности профессор гатинони это l тип h тип вот h тип с высокой рекрутабельностью альвеол это как раз то что похоже на респираторный дистресс синдром l тип который чаще встречается при коронавирусной инфекции он связан не столько с поражением альвеол сколько с поражением микроцитокуляторного русла малого круга кровообращения то есть микротромбоз капилляров легких вену вот и там подходы совсем другие нежели при лечении острого респираторного дистресс синдрома в классическом варианте поскольку там на первом плане поражение альвеол выступает и здесь нужно дифференцировать что лежит в основе поражение легких либо микротромбоз в большей степени либо поражение альвеол либо и то и другое и от этого зависят подходы к терапии к респираторной поддержке допустим если превалирует микротромбоз то не следует интубировать такого больного нужно его лечить с помощью методов респираторной инвазивной поддержки как можно дольше интубировать в крайнем случае а как клинически определить какой тип l или h ну томография компьютерная конечно то есть критерии именно компьютерной диагностики чаще всего да конечно там характерная картина при h типе там консолидации легочной ткани а при low-типе и l-типе там типичные вот эти матовые стекла но может быть сочетание до сочетания этих двух вот поражений типов поражений и тогда конечно могут применять самые разные подходы вот что касается l-типа когда превалирует микроциркуляторные нарушения на наш взгляд очень перспективным является использование высокочастотной вентиляции легких это когда значит вентиляцию осуществляют с частотой там 300-400 в минуту на эти дыхательные движения и почему нам кажется это перспективным поскольку есть экспериментальные работы в частности в нашем центре были защищены диссертации эксперименте на животных где было показано что применение высокочастотной вентиляции позволяет фрагментировать вот эти микросгустки то есть разбивать эти микротромбы и восстанавливать кровообращение в малом круге то есть это под генетический такой подход получается понимаете поэтому нам кажется это перспективным и мы своей практике очень часто используем высокочастотную вентиляцию либо мы используем наложение высокочастотной вентиляции легких на обычную вентиляцию легких обычная проводится вы знаете там частотой там 10-12 в минуту дыхательных движений а высокочастотные накладываются и таким образом мы достигаем вот этих эффектов фрагментации микросгустков фрагментации секрета бронхиально главный враг анестезиолога на мой взгляд это равнодушие нежелание совершенствоваться ежедневно совершенствовать потому что наши в профессии как раз подразумевает такой на динамический динамичный подход к обучению развитие клинического мышления обязательно нужно заниматься научной работой без этого мне кажется невозможно стать хорошим специалистом поскольку вот зачастую поначалу ты смотришь на какие-то процессы там или методы лечения имеешь какое-то свое мнение об этом но когда ты провел научную работу когда ты это досконально исследовал когда выполнил статистическую обработку материала зачастую ты меняешь это мнение то есть наука она играет большую роль нашей работе александр анатольевич а вы член член академии наук российской российской академии наук а это почетное звание вы его получили когда 2016 году и что изменилось вашей жизни немножко больше работать пришлось то есть я сейчас занимаюсь экспертизами поскольку я являюсь официальным экспертом российской академии наук экспертизами научных проектов я принимаю участие в работе групп различных профессиональных по разработке в частности от клинических рекомендаций то есть работа стала немножко больше но это приятно это хорошая работа интересная мне нравится то есть от вашего решения зависит многое но это мне один а как правило сколько человек принимает участие вот в разработке тех или иных рекомендаций ну это зависит конечно но обычно большие группы там по 20 обычно таких ведущих экспертов ну посмотрите вот эти же рекомендации по ковид 19 инфекций там человек 20 причем они еще ссылаются на различные профессиональные там рекомендации в частности федерации анестезиологов реаниматологов там есть прямые ссылки в частности по ведению гиперкоагуляционного синдрома а что приходится больше читать больше общаться с зарубежными коллегами либо чаще наоборот собираться в со своими коллегами членами группы которые принимают решения но сейчас все все сборы то и общение в основном на удаленке конечно сожалению но тем не менее да больше каких-то таких рабочих совещаний читать читать все время приходится много потому что но иначе нашей профессии просто ничего делать если ты не совершенствующие буквально там ежедневно не ищешь чего-то нового не осваиваешь какие-то новые интересные технологии занимаешься научными разработками ну не знаю можно там идти куда-то другое место мне кажется работать интенсивная терапия требует таких интенсивных подходов во всем буквально и быстрых решений конечно мы как терапевты не умеем долго ждать нам надо вот мы что-то сделали сразу убедиться насколько мы были правы получить результат очень быстро у нас все быстро александр анатольевич спасибо вам огромное было очень интересная беседа и я много ваших наработок возьму свою клиническую практику спасибо огромное спасибо для меня это тоже удовольствие